Акция «Безопасность в каждый дом» близится к финалу. В рамках последнего этапа спасатели посещают Бобруйские колледжи, где напоминают студентам правила безопасности. Но огнебурцы решили модернизировать обыденный диалог, ведь выслушивать лекции студентам приходится немало. На смену пришел своеобразный брейн-ринг. Молодежь на скорость и, главное, точность отвечала на вопросы, которые подготовили сотрудники МЧС. У древних индусов в этом был виновен слон. У даяков Суматры – вол, у японцев – сон. А Фалис Милецкий считал ответственной за это воду. Что это? В чем виновны указанные животные и вода? Время. Сначала два интеллектуальных боя, затем черный ящик и конкурс капитанов. За звание самых умных сражались первокурсники лесотехнического колледжа, команды «Огонь» и «Пламя». Ребята шли нос к носу, до последнего удерживая равный счет. Но все же чемпион определился в финальном этапе. К победе команду «Огонь» привел ее капитан. Очень понравилась сложенность команды, можно сказать. Интересные вопросы были. Похожей игре мы участвовали несколько месяцев назад, получили тоже массу удовольствия. Спасатели не только напомнили о самом главном, но и провели для студентов настоящий экскурс в историю. Рассказали о первых спичках и пиротехнике, о языческих поверьях и древневосточных легендах. И просто об интересных фактах из жизни пожарно-спасательных отрядов. В результате игры мы, конечно же, вручили дипломы и грамоты победителям. Ну а думаю, самым главным подарком для них стала эта порция удовольствия, ну и те знания, которые они получили в ходе игры. Говорить о безопасности в Бобруйске продолжат вплоть до 28 февраля. В финальный день акции в крупных торгово-развлекательных центрах спасатели проведут конкурсы и викторины на лучшие знания основ безопасности жизнедеятельности. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко. Бобруйск, 360.